Кроме того, сами факты скрываются. Условно говоря, поехать во Львов и в морге снять убитых русских людей как результат геноцида, это нельзя. Это запрещено. Можно ездить только на Олимпийские игры, снимать конкобежный спорт. Ехать в морг и показывать нельзя. То есть послать туда журналистов запрещается. Информация о том, что в моргах лежат убитые русские люди, что есть захоронение русских людей, она есть информация. Но она не является предметом внимания СМИ. Это запрещено показывать. То есть пятая колонна в СМИ готовит позицию для пятой колонны во власти. Пятая колонна во власти, и в российской, и уж тем более на украинской, эту информацию используют для своих решений. Вот как этот механизм работает. Соответственно, нет этих двух слов, интервенция и геноцид, и нет решения технологии влияния на ситуацию. То есть за счет пятой работы пятой колонны в СМИ и во власти у нас механизм влияния государства парализован с точки зрения украинских событий. Это то же самое, как они всегда называли, что это мирный протест, и нельзя было говорить, что это не мирный протест. Тем самым тогда можно было бы какой-то вооруженный ответ. Естественно, да. То есть создавались условия для решения. Вот это работает система пятой колонны. Она умная система, она не глупая. А в целом это машина Соединенных Штатов Америки по интервенцию через технологию оранжевых революций. Это такая новая технология, ну как новая, 20 лет уже. До этого она называлась у нас интернационал. Помните, вооруженные отряды интернационала. Еще Ленин создавал, потом Сталин. И напоминаю, что они были прекращены, работа интернационального и его вооруженных отрядов по просьбе Рузвельта в период Великой Отечественной войны, для того, чтобы это было единственное условие для поставки Ленинг-Лиза. То есть все понимают, мы сегодня живем в таком же мире, как всегда. То есть все понимают, как это все крутится, как работает. Вот американцы за 20 лет сделали машину, в которой никто не может сопротивляться, включая Россию. Мы это понимаем, да. Потому что единственный механизм сопротивления любой интервенции, это механизм Отечественной войны. А механизм Отечественной войны опирается на миллионы людей. Неважно, холодные Отечественные войны, горячие Отечественные войны, это механизм... А миллионы людей в России ее предали, они не хотят участвовать в ее защите. И на Украине тоже. Соответственно, механизм Отечественной войны, как система противодействия интервенции, не работает. Получается так, что эта система, выстроенная американцами трех уровней, стремится все больше и больше пожирать стран и превращать их в колонии. Она была так всегда, потому что всегда англичане, немцы, французы, еще до создания Америки жили за счет колоний. Это для них обычная система государственного строительства. Они другой просто не знают. Вот сейчас сказать англичанам, вы будете жить за свой счет, они просто выпадут в осадок, они не знают, как жить за свой счет. Вот это как Салтыков щедрин и барин, но не умеет он ничего делать. Вот есть эти, помните, мужики эти, крестья, вот они ему там селок сделают, поймают, накормят, все, у него жизнь налажена. Так у англичан и у наследников, они не знают, как жить по-другому. Это их принцип национального строительства. Вот как у хищника, жить за счет жертв. Ну, нельзя же обвинить хищника в том, что он ест зайцев и овец, волк, например. Ну, нельзя же обвинить. Помните, Путин назвал их волками. Нельзя же их обвинить. Нет, это его способ существования. Он другого способа не знает. Вот способ построения англосаксонской цивилизации именно такой. Жить за счет других, за счет питания другими народами. То есть, в данном случае, за счет системы колониального мира. Поэтому они в эту систему всегда уходят. Потому что для них это не просто вопрос даже традиций государственного строительства. Они же понимают, что для них вопрос просто жизни. Они сами не умеют жить. Вот за счет, за свой счет. Не умеют. Они не понимают, как можно жить одному, без колоний. И поэтому они в эту схему все время будут уходить. Всегда, пока существуют англосаксы. Теперь посмотрим эту ситуацию с Украиной с точки зрения широкого формата. Конкретно, у американцев проблема с мировым управлением и долларом. То есть, у них возникла ситуация неустойчивости однополярного мира. То есть, они создали однополярную мировую империю. Живут за наш счет. Потребляют половину мирового продукта. Производя 8% его. Я имею в виду материального мирового продукта и материального производства. На бумаге там по-другому пишут. И вот живут за счет колониального мира. Чуть-чуть отдают своим вассалам в Европе и так далее. И вот у них возникли проблемы. То есть, мировой колониальный мир начал колыхаться. Начали появляться национальные освоительные движения. Даже у посольства флагами американского. То есть, пошли процессы. Они знают, к чему эти процессы приведут. Конечно, знают. Тысячу лет строят колониальный мир. Знают, как этот колониальный мир подавлять. Какие процессы будут идти в колониях. Они же идут у нас такие же, как были во всех колониях. Всегда. И у них есть механизм. Какой механизм? Стандартный. Карательные операции в бунтующих колониях и провинциях. Правильно? Ну, стандартный же путь. То, что происходит на Украине с этой точки зрения, это карательная операция. Не получилось в Сирии, ударили по Украине. Там оказалась лучшая подготовка. Там полк Бренденбург оказался лучше подготовил территорию. В системе не подготовлены агенты. В системе не подготовлены агенты в СМИ, во власти, везде. То есть, подготовлена территория к интервенции. В России тоже подготовлена. Украина. Вот, заметили, американцы с трудом решали проблему госдолга. Это видно просто по реперам. С трудом. Они там воевали между собой, проблемы решали. И тут, как только они утвердили план по Украине. То есть, у них 7 числа были критические дни и месяц на принятие решения по американскому законодательству. Как только они увидели, что на Украине победа, все. Волки между собой договорились. Я имею в виду Конгресс с Обамой. Но они на год сразу отбросились. Потому что Украина минимум дает год. То есть, они всему миру показали, кто в доме хозяин. И те, китайцы, японцы, которые начали сокращать выплату. Да, они начали какие-то внутренние какие-то процессы. Ну, жалко же. Китайцы вообще заявили, что они не будут бумаги. Сейчас вернут обратно. Жалко же, так сказать, отдавать нажитое непосильно. Всем жалко. Всем колониям жалко платить в метрополию. Тут они увидели, что это абсолютная власть американцев восстановлена. Все нормально. Все. Американцы тут же выложили историю на год. Причем без всякого шума. То есть, в чем проблема? Собрались между собой волки. И говорят, блин, дичь бунтует. Как вот в этой записи. Вчера или сегодня видел. По телевизору. О помощи оружием крымским татарам. Там фраза такая была. Дичь. Чего ты там перестала бояться. То есть, видите, дичь перестала бояться. Нам стало сложно кушать этих зайцев и овец. Вот американские волки. Республиканцы, демократы, Обама. Давайте думать, как бы нам теперь между собой договариваться, чтобы меньше этих овец есть. Им переругались, потому что как бы… Есть, всем хочется. Да, всем хочется. А здесь все нормально. С дичью проблему решили. Все. Они тут же договорились. Все поздоровались. Отлично, ребята. Все. Проблема решена. Дичь есть. Все в порядке. Можем дальше наращивать расходы на себя, на социальные расходы и решать проблему в Соединенных Штатах Америки. Отложили проблему на год. Украинам хватит на год на два. Потому что хороший кусок. Даже не самой Украины. Там ее трудно, кроме чернозема. Ее пугало. Украинского пугало. То есть испугали весь мир интервенции. Все знают, что с ними может быть то же самое. Все. Мир восстановлен. Карательная операция. Она же карательная операция не против какой-то деревни или территории. Она всегда карательная операция – колония против всех. Это демонстрация силы. Не случайно за каждыми этими. Даже снайпер стреляет на Майдане. Они его снимают и показывают. Вот. Такие же снайперы будут у вас в Москве. Или у вас в Пекине. Или у вас в Токио. Или у вас в Берлине, если что. Это сигнал для всех. Это такая картинка. То есть демонстративная карательная операция. И они эту операцию провели. Они решили проблему на год. Но стратегически они решают проблему, ликвидировав Россию. Почему я говорю, что нападение России через год приблизительно? Вот этот год в том числе и по вот этим экономическим обстоятельствам. Им надо через год показать миру, что они не только могут карательные операции проводить против Украины. Им надо показать миру, что мир вернулся в устойчивое состояние 90-х годов. Когда не было бунтующей или возражающей путинской России. То есть все. Мир обратно вернулся в жесткую вертикаль колониальной власти. Поэтому проблему России они обязательно будут решать. И будут решать самым жестким образом. То есть им надо будет так показательно уничтожить Россию. Такую здесь устроить резню. Чтобы у каких-то там индийцев, китайцев мысли не возникло выступать против США. Даже малейшего желания. То есть они должны по-настоящему испугаться. Вот на Украине они не могут такую демонстративную жестокость показать. Потому что все-таки есть фактор России. Демонстративная жестокость на Украине есть фактор, опять же этих слов, геноцид и вмешательство России. Поэтому, к сожалению, они и так для себя считают, абсолютную резню и террор можно будет сделать только в России. Потому что за Россию никто не вступится. Вы же понимаете. Некому. Ну просто никто. Что китайцы будут за Россию вступаться? Нет. Ну вот. Поэтому мы и говорим, что для России это будет не просто переход в скотское состояние, как для Украины сейчас. И на уровень туземцев и вот этих, как Гитлер писал, обслуживающих господ. А для России это будет реальная резня десятков миллионов человек. Такая полномасштабная. Вот вспомните бабушку Агафью. Почему она там появилась в тайге? Не потому что ей нравились лес и тайга. Потому что ее предки бежали от определенных политических процессов. Вот и русские побегут. Потому что в Лондоне их будут самолеты снимать и резать. И просто не сажать в тюрьму, как некоторые надеются, а самолетов снимать и резать. Потому что не надо будет уже демонстрировать миру красивое лицо. Все. Мир побежден. Сработает тот же самый эффект Гитлера. Все. Я победитель. Зачем мне с кем-то считаться? Я устанавливаю тысячелетний рейх. Чтобы мне установить тысячелетний рейх, мне нужно эти народы вырезать на 90%. Эти на 50%. Эти построить. Эти перемешать. И тогда мой рейх будет таков, что никто не будет ближайшие сотни лет мне возражать. Вот как. Понятная логика? Понятная простая. Почему мы до этого начали с гор? Что предательство русского народа и советского народа 91-го года, оно закончится логичной смертью и народа в целом, и людей, если они не изменят свое решение о предательстве. Потому что предатели подлежат смерти. Это закон, который знали наши предки. Поэтому они умирали в блокадном Ленинграде, не только потому что любили этот город, а потому что они знали результат. Даже не потому что им Гитлер дал эти свои бумаги, которые на Уренверском трибунале было описано, что он планировал уничтожить полностью Ленинград. Они это знали, потому что они понимали, как устроен мир. Вот люди, не имеющие даже высшего образования, как сейчас у нас же все с высшим образованием, бабушки в деревнях знали, что они будут физически уничтожены, если они сдадут свою страну. А у нас сейчас умные люди с тремя высшими образованиями, они не знают элементарных вещей, о которых знает мышка в наружке. Понимаете, да? То есть степень деградации сознания и человеческого мозга.